мы продолжаем ходить в гости к нашим дорогим ветеранам сейчас мы пришли тоже к ветерану история которого очень трогательная и здравствуйте можно телекомпании вот рар как ветеран поживает он встречался лично с маршалом жуковым дошел до берлина где и встретил победу для ветерана этот день не скорби а праздник пусть и со слезами на глазах тогда в сорок пятом они ликовали обнимались и стреляли в воздух но сколько прежде пришлось пережить в годы великой отечественной что позволило не просто пройти через страшную войну но и прожить такую долгую жизнь пройти гигантскую территорию времени сарсен абдинуров один из семи оставшихся сегодня в живых ветеранов шимкента он отмечает вековой юбилей вот до холоса будет сто лет в этом году 22 декабря 22 года ровно сто лет будет папе да во время еще молодой да село кемырбастау 21 год пошел он на на фронт вместе со старшим братом он арбай был но к сожалению он это без вести пропал на фронте погиб ну погиб не знаю без вести ну да наверное погиб ветеран вырастил пятерых детей обзавелся внуками и правнуками недавно перенес инсульт сарсен а та плохо разговаривает но все отчетливо понимать следит за новостями любит слушать песни военных лет воевал ветеран в составе 368 и 823 стрелковых полков первого украинского фронта награжден орденом отечественной войны второй степени сарсен абдинуров был в строю на красной площади 9 мая сейчас это трудно все представить каково это быть готовым к смерти в любую минуту выполняя задачу по защите родины сарсен а та на войне потерял брата вот а папа до конца был вот 41 по 44 год он был 836 и какой 328 дивизии стрелковой и 44 года по 45 и он уже воевал в рядах 1 украинского фронта и дошел до берлина до сорок пятом году сарсен абдинуров всегда рад гостям он жмет руку и благодарит за внимание это то в чем герой великой победы сейчас нуждаются память внимание и низкий поклон их осталось так немного и наша задача поговорить с каждым ведь их свидетельство важнее любых учебников шутин сейдов ерлан биг сейдов константин гавшев информационная служба телекомпании утера